что в один привет спасибо что пришел в подкаст и на кашель получилось довольно неожиданно да мы общались там в комментариях в телеге и ты меня удивил своими познаниями про китай и там ты неожиданно рассказал что жил там много лет во первых при этом познакомиться то что мы впервые по сути общаемся видишь у нас прошел час в этих технических моментах но тем не менее уже немножко друг на друга посмотрели но по делу еще не общались расскажи про себя немножко пожалуйста да привет георг очень рад тоже чтобы общаться слушаю тебя в одностороннем порядке уже с момента появления подкаста меня зовут вадим я сейчас разработчик делаю сайты до этого я был строительным инженером жил в китае как-то упомянул жил в городе хорби не это самый большой мегаполис для по меркам китая небольшой 12 миллионов но 12 миллиона неплохо город впечатляющий да так а ты строить сейчас живу в германии вот продолжаю работать ты в китай именно переехал по работе заниматься стройкой получается да фишка такая то что в китае всего лишь есть пять больших университетов которые каждый на себя берет свои определенные вещи где-то экономика где-то юридические вопросы а где-то по строительству это было в этом городе и в моем университете спросили не хочет и позаниматься наукой есть гранты все дела и я уже работал 6 лет на заводах и беру ну давайте и мы со своей будущей женой поехали в китай и получили одобрение на программу обучения год мы учили китайский и дальше мы учили познание по науке все на китайском ты владеешь китайским на каком-то уровне да я могу говорить а мы сдавали государственные экзамен чисто год мы учили с понедельника по пятницу а потом еще по субботам три-четыре часа в день нужно было все это для тебя была по сути 2 работа 4 часа в день практически это нифига себе мягко говоря и а что самое сложное в изучении китайского самое сложное это привыкнуть к иероглифам надо перестроить свое понимание и на самом деле грамотика гораздо проще чем тот же самый немецкий язык потому что нет никаких окончаний нет никаких предлогов и прочее все самое сложное визуально просто запомнить эти иероглифы и уметь их отобразить да да нужно просто привыкнуть для нас ребята из россии украины белоруссии это было тяжело привыкать но ребята которые приехали из южной кореи они вообще на ступеньку выше сразу сдавали потому что для них это все было знакомо да да и слушай а произношение с произношением довольно таки сложно да тоже то что одни и те же слова можно с разными ударениями говорить и например слова добьена это может быть и как и посольство так и какашки то есть важно очень правильно ударение ставить и очень смысл может сильно меняться ты знаешь ты сейчас озвучил тему которую я вчера с детьми обсуждал своими во первых то что некоторые слова в разных языках с разными ударениями значит разные вещи я им еще пытался объяснить что есть имена там или там слова которые в одном языке прекрасно там но значит что то одно в другом это ругательство и никак не могли это знаешь освоить и принять жалко их рядом нет они бы сейчас были в восторге от того что ты рассказываешь слушай круто это точно необычный пути необычная карьера интересно кстати если у меня среди подписчиков слушателей еще ребята с таким бэкграундом но круто вадим это впечатляет то есть мало кто может год прям заниматься изучением языка расскажи про собственно строительные объекты я знаю что сейчас вот слушатель наверное удивляется куда мы попали то что у меня подкаст в основном про игры сериал и прочее но у меня любопытство появилось а что ты строил какие объекты это жилые дома или это склады не знаю чем ты занимался в челябинске когда я жил я работал и инженером на заводе который занимается металлом когда металл делают очень много появляется отходов это все перерабатывается из этого можно делать кирпичи которые в печку вставляются и дальше по этим же кирпичам металл гонят расплавленный а дальше я был работал на заводе бетоном я контролировал качество и самое высокое здание в челябинске там самым прочным бетоном я разрабатывал много жилых комплексов также было построено под моим контролем пару лет это такая была работа где нужно было хорошо понимать что все будет стоять на месте в китае я занимался научной работой мне попросили заняться вопросами 3d строительства когда у тебя есть принтер когда ты специальную смесь туда заливаешь и в китае уже есть компании которые строят это все и в дубаях и в других странах можно делать также еще мосты например в голландии например есть мозг который построен чисто на 3d принтере я видел как и многие наверное эти вирусные видео где показывают что дом построили там за за сутки которые собраны из блоков и прочее и безусловно то во время к вида китайцы показали как они могут строить вот эти лагеря до безумные и госпитали и у всех в комментариях задние те же вопросы а что там с качеством долговечностью что можешь про это сказать вот дом напечатанный на принтере из блоков там не знаю он или мост он долго просто а у этих пока строительство есть два варианта или это очень элитные офисы где ты просто приходишь показываешь свою презентацию и вы там кофе пьете расходитесь в дубае например или же это какое-то социальное жилье которое должно быть временное которое не будет стоять пять лет буквально на 90 дней и дальше будет стоять дальше хорошо нет нет в америке там во флориде они планируют делать свои частные дома наэтажные но мало кому это понравилось для таких целей подходит дороговато выходят слушай интересно интересно у тебя понимаю тебя по математике все 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 с ней всегда было хорошо а вот и видимо с физикой тоже с черчением до чтобы тут нужен такой богатый набор скилов чтобы заниматься стройкой я об этом знаю то что у меня брат инженера я на самом деле тоже немножко учился на инженерно-экономическом факультете сдавал там знаешь работы про то как выбирать места для застройки зданий там в жилых районах вот это роза ветров и ну там проекты какие-то тоже чертил но у тебя конечно совсем другой уровень круто вот а как тебя в германию занесло из китая а это интересно я понял то что инженеры-строители мало кому нужны по миру дело в том что если у тебя диплом российские или китайские то ты знаешь госты этих стран очень важно знать все эти стандарты в каждой стране они почти все одинаковые но к этому придираются поэтому за год до того как я уехать я решил отправить резюме по всему миру и только швеции мне сказали давай пообщаемся но канада америка они просто игнорировали все мои резюме попытки в лучшем случае компьютер отвечал я подумал надо какую-то универсальную работу искать javascript typescript это абсолютно одинаково в любой стране на любом языке и решил перейти в эту сферу жена у меня игры делать что тоже была строительная как у вас интересный путь то есть вы перефицировали чтобы быть универсальными чтобы работать из дома я так понимаю и как вам этот транзишен легко дался или тоже было тяжело тяжело было оставлять такой background когда у тебя есть там несколько лет опыта ты за ним любишь этим заниматься и просто прыгать в новую сферу нужно конечно перестраивать мозги это было тяжело но сейчас я смотрю я понимаю то что я написал программу отправил ее и самое страшное что может быть это ну пользователь там полчаса если что-то сломалось не сможет записать видео а когда ты строишь здание ты понимаешь что дома стоят стоят и если кто-то там на стройке что-то накосячил это может чем-то обернуться а ты все-таки с этим связан был когда-то даже если хороший бетон поставил то столько может быть моментов где кто-то что-то накосячил на ошибки совсем другой блин в один очередной раз ты сейчас поднял тему и я жалею что рядом нет еще кого-то что у меня вот я буквально сегодня до разговора с тобой общался с братом который у меня тоже инженером был он был ведущим инженером на производстве не делали там много всяких изделий из пластика и сами делали химикаты на своем производстве прочее и станки собственно он проектировал прочее и он тоже переквалифицировался и сейчас войти тоже код пишет и там модели собирает аналитические прочее и это просто удивительно что у вас похожий путь получился потому что нет те же самые были причины переквалифицироваться потому что оказалось что с одной стороны делаешь очень крутые вещи передовые но при этом там и хочешь например попасть на работу в германии на завод но у них опять же во первых язык во вторых они привыкли что-то делать по своим стандартам есть опять же те же самые госты и прочее для них очень много барьеров возникает чтобы тебя нанять в то же время в игровой индустрии да вот код он и есть код везде там не знаю геймдизайн он везде геймдизайн аналитика и прочее есть языковой барьер но это вообще мелочь потому что английский знают там практически все на каком-то уровне до профессиональном для для работы войти удивительно удивительно что путь похожий ну то есть ты сейчас программист да да делаю визуальную часть для сайтов но и все в округе тоже стараюсь изучать чтобы комплексно давать результат хотел спросить если не секрет вадим расскажи какие игры жена делает интересно стало можешь без названия если это вдруг секрет но хотя бы жанр может быть платформу ну из последнего это лон из дарк который ремейк выходил до этого работала надо ремнан 2 на кстати лон из дарк диски ну твой тоже надо подказывать на пластейшн 5 получается потому что она расскажет инсайда проработана большими проектами да она работала в франкфурте мы живем и в студии метрик майнс которая занимается именно сиджаем приходят разные компании говорят нам нужно записать ролики внутриигровые записывают движение motion capture а потом все это встраивает движок и все вопросики решают вот она тоже была какая-то инженером строителем да да она я был по строительным материалам она градостроительство как супругу зовут мария вадим вы смотрите просто удивительные люди взяли за год выучили китайские работали над строителями инженерами в китае потом махнули в германии такое что вы немецкий выучили или на каком-то уровне подучили вы правильно она уже да она уже выучила на b1 я в процессе как-то объяснится в магазине или свою там в ресторане сможешь это легко это легко вам всего и китайский учили сейчас немецкий учите и программирует научились я вот не за ребята вот все кто сейчас слушает подкаст это пример пример всем кто не может поднять жопу из дивана хватит искать отговорки эти люди при желании все могут выучить впечатляет вадим очень круто вот молодцы давай тогда наверно переключимся ну чтобы не под не пытать тебя вопросами про текущие про текущие дела и может быть правда твою супруга как-то выучить подкаст расскажи чуть больше про китай потому что это была главная тема которую мы хотели с тобой обсудить ты жил много лет в китае и я так понимаю что игры из твоей жизни никогда не уходили это там твое хобби вот расскажи как с этим обстоят дела насколько легко в китае купить игры там за на консоль насколько легко играть в онлайн там в том же psn или в стиме вот расскажи про свой опыт и расскажи про свои любимые игры раз уж так да я могу немножко начать когда я приехал в китай в шестнадцатом году я в общем то у меня не было никаких игр у меня не было никаких девайсов которые я взял с собой но когда я приехал через пару лет в россию я забрал свою старенькую playstation 3 и и забрал playstation vita и с тех пор и да я начал активно играть в китае открывает для себя этот подпольный мир видеоигр которые развиваются там продажи и прочего playstation 3 уникально было тем что там же все бесплатно онлайн и не нужно было платить никакие подписки и все это прекрасно работало в китае я играл в кризис 3 в 2017 году в мультиплеер с немцами играл в дистане с японцами и корейцами они без звука всегда играли они просто молча подключались к тебе и помогали среди ничего никаких прокс никаких в пленов просто запускал и играл да 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 может было достаточно да просто интернет подключить и все через вай-фай идеально работала я потрясен был насколько это была поддержка потому что playstation 4 уже вышло как года три этому моменту да и был 18 год мы решили женой поехать в евро тур мы целый месяц жили в европе пять стран посетили и первая моя остановка это была германия берлин я зашел в медиамаркет прямо на центральном вокзале и купил и playstation 4 pro и nintendo switch с ними я вернулся в китай и начал смотреть как все это развивается фишка в том что в китае очень строгая цензура правительство выбирает что хорошо и что плохо и у тебя нет выбора сказать а не давайте посмотрим по-другому так вот было всего лишь 20 игры которые были разрешены для покупки на playstation steam китайской версии тогда не существовало и все китайцы могли без проблем пользоваться международной версии играть в абсолютно любые игры без цензуры нинтендо switch он оказался невероятно популярен также в китае я постоянно видел людей и все очень любили кадры цели вышел уже в китае нет 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 это самое интересное первым вышел xbox им вообще никто не пользовался там стояли одинокие коробки с хейла и прочее дальше playstation подключилась через пару лет а нинтендо они насколько я понял в то время пока я жил они даже не захотели заходи в китай у них были официально локализации но они особо это не все же а когда ты говоришь что для playstation было доступно только 20 игр ты говоришь про цифру ли ты говоришь вообще в принципе про ассортимент в магазинах про диски если мы говорим про официальные игры которые были на дисках напечатаны в самом китайском playstation story специальном регионе единственный который было всех отгорожен полностью это да 20 игр которые там понравились партии майнкрафт гонки там гран-туризма 5 супер простые игры семейного еще со сложным сюжетом типа killzone где там есть угнетение там сопротивление не в коем ни в коем случае можно же параллели провести и все люди закупались через онлайн или заходили в магазины там магазины безумно выгодили это небоскребы то есть там 30 40 этажей ты заходишь и у тебя есть пять этажей вверх каких-то более-менее официальных магазинов dell hp затем выше идут уже магазины из секонд-хенд частей они же еще вообще супер какие-то подпольные непонятные вещи и там среди можно было найти отделы с дисками с картриджами для nintendo switch и что-то поменять купить или же заказать онлайн онлайн тоже все сортируется очень жестко как в обозоне есть очень популярный магазин тообао выглядит он как озон как amazon можно найти на нем что угодно и если ты искал какой-нибудь saint hill то ты пишешь saint hill по-английски или по-китайски например темный холм китайскими иероглифами и он что-то выдаете похоже ты начинаешь смотреть отзывы ребята говорят там отличная игра там все работает продавец отправляет ты заказываешь или игру или аккаунт на playstation это было очень популярно когда ты просто получаешь аккаунт на котором одна игра или 10 игр или 5 игр а потом просто это запускаешь у тебя это деактивируется но на playstation игра дальше работает слушай ты сейчас рассказываешь и это это очень похоже на то отчасти похоже по крайней мере цифровая часть на то что в россии происходит когда заходишь на тот же озон плати marketplace и прочие места там тоже все продают аккаунты с кучей игр здесь понятно что это и раньше происходило кто-то продавал и перепродавал аккаунты но сейчас это прям бизнес бизнес вот этих серых импортеров стало много интересная параллель слушай про небоскрой ты сказал даже я так и не пал то есть огромное здание 5 этажей полуофициальный магазинов выше и выше там уже все более серые непонятное что-то но то можно прям ходить как по совку как он исходишь от кабинета кабинет и там разные магазины условно это как торговый комплекс только там вместо всяких джинсов кофе и косметики у тебя везде компьютеры новые старые видеокамеры разные комплектующие и где-то был где-то вроде новые где-то знаменитые там nvidia md марки а где-то абсолютно какие-то ноунейм китайские то есть тогда уже начали вот эти все фермы для крипты распространяться и просто какие-то ноунейм карты распродавали сотнями все это мне напоминает метро савеловского где тоже ты ходишь и вообще все на свете можно найти и новые старые собранные разобраны интересно надо радио рынок такой окей подожди насчет playstation 3 давай вернемся секундочку назад во первых это очень круто да что все все работало из коробки и знаешь на самом деле мне тоже в свое время впечатляло на playstation то что но многие до консолей вот поколение xbox 360 и playstation 3 в принципе в онлайн-то и не играли толком по крайней мере консольные игроки на пока конечно энтузиасты там в counter-strike еще что-то играли с 8 но там как правило войс был такой локальный да это когда вы собрались там вместе поиграть и локалки мы скайпе иногда создаются еще что-то не только по сути с поколением playstation 3 xbox 360 это стало действительно популярной массовой истории я помню меня тоже впечатляло когда я включал uncharted 3 мы любили в него играть мультиплеер во второй кстати тоже там был отличный мультиплеер и действительно ты слышишь там испанских детей там людей из германии из других стран вот и круто что она в китае работала это на самом деле удивительно хотя в наш может быть и неудивительно может быть тогда не было такого сильного влияния и по сути если у тебя нету каких-то жестких ограничений на источники трафика там же как правило же аудио она я так понимаю использует различные сидены в том числе правильно для передачи хранения материалов и если у тебя по сути сиден заблокирован проблем быть не должно правильно ну там сервера еще я думаю да там мало кто на это обращал внимание дело в том что ну в китае же невероятная цензура youtube официально нельзя посмотреть фейсбук инстаграм все это нужно делать через vpn но на приставке мало кто обращал внимание поэтому все работало отлично у меня был российский аккаунт до этого куплены я без проблем все это подключил очень легко можно было купить на том же самом таобао карта оплаты в рублях там плачь 50 юаней получаешь 500 рублей это все легко было никаких проблем не обращай знаешь какой возникла мысль почему это было возможно наверное просто консольный гейминг что тогда что и сейчас на самом деле очень маленький в китае правильно то есть одно дело пока игры или мобильные игры которые интересуют почти все молодое население в консольные игры до сих пор играет очень мало правильно ты был там единорогом я могу сказать то что нинтендо свитч очень популярен стал то есть ты мог замечать людей которые играют в марио карт на улицах сидят студенты друг с другом разделили свитч каждую пока на по геймпаду это было очень популярно я замечал были даже встречи тематически нинтендо свитч во всяких торговых центрах там народ ставил вичате местом ватсапе во всяких группах типа давайте встретимся вместе поиграем москве это называлось а если если тут меня имеется слушать кости говорун или я на щербицкого привет они там устраивали сходки но не только в москве в разных городах россии где люди собирались по стрит пасе там пообщаться поиграть но они делали на 3ds потом на свитчах да вот если говорить о больших консолях хороший вопрос я думаю это все равно было популярным потому что если тебе нужно было продать какую-нибудь игру то могли прийти в магазин или в городе в каком-нибудь в чате своего города или университета может был написать продаю какую-то игру на playstation и народ да да все давай встретимся увидим куплю когда я об этом говорю я нашу наверное ближайший простой пример это тот же самый российский рынок то есть да мы понимаем что консольными играми довольно большое количество людей интересуется и вот в абсолютных значениях от смотришь на объем рынка который он по крайней мере который был в 2022 году точнее в 2021 и ранее там это это хорошие деньги да это миллиарды рублей и прочее то есть сравниваешь с пока рынком или с мобильным понятно что это небольшая доля да там за 5 10 процентов я думаю что в китае на все-таки на ноге я понимаю что ты мог встречать там свич на на улицах и в консоли консоли сегмент в принципе растет в китае но это наверное тоже за пять процентов от общего рынка может быть 10 поэтому видимо власти не так интересовались но вот с этим онлайном со всеми этими возможностями созваниваются вместе обсуждает что-то в чате как там что-то шуршать я думаю что это в первую очередь привлекло внимание властей нет хороший вопрос я могу сказать то что все прослушивалось там то есть если ты созвонился с родителями скайпе тогда он еще был популярен телеги телега тогда еще даже только зарождалась не была такая распространенная если что-то говорил например слова партия у тебя просто skype сразу раздонялся серьезно ничего буквально через три секунды бум зависает изображение и все надо заново присутствовать обалдеть суши это конечно next level вот я когда последний раз был в эмиратах я просто уже успел об этом забыть и не в курсе нет там не работает ни один видео мессенджер которым ты приводишь ты не можешь никому аудио мессенджер тоже только google meet который мне кажется просто беспалевно видимо затесался он слишком сложно для многих там нельзя просто позвонить да надо создать ссылку скинуть кому-то google meet разрешили а все остальное там вообще не работает в китае работа но в китае почему игру ты говоришь сам да вот сап инстаграма фейсбук все заблокировано то есть там только местные какие-то способы бичат тот же самый да для созвонов skype работал skype а сейчас интересно работает или нет я думаю то что наверно какой-нибудь google meet можно наверно пробиться но в основном там были vpn специально для компании они могли пользоваться для простых людей нужно было находить какие-нибудь варианты давай вернемся к временам ты купил свитч ты купил playstation 4 у тебя при этом оставался российский аккаунт и ты покупал собственно аккаунты с играми покупал и такой серые там какие-то игры завезен кстати откуда откуда диски то были если покупал диски очень много из японии у меня например была нового heroes для playstation 3 на японском я покупал для nintendo switch mario odyssey он тоже все было там нарисовано на японском видимо это прямо там пошлин как можно меньше они как-то там находили пути также как германии если хочешь купить игру на диске можно пойти или медиамаркета дать 80 евро или на сайтах какие-то испанские версии почему-то на 30 процентов дешевле а при этом в день в день при этом язык был там на деньги да да слава богу nintendo они пошли регион фри и у тебя можно было сразу на картридже любой язык выбрать просто описание на картинке было другое слушай круто и знаешь на самом картридже на коробочке и на самом деле эту революцию впервые совершили playstation со своей playstation 3 я помню как я был счастлив то что помнишь да вот эта вся хрень с над миссии да пал миссикам вот эта вся вот чепуха и это жутко бесило особенно тех кто знаешь часто мотался в командировке ты вот приезжаешь там приходишь купить игры то что дешево стоит например да и то что блин это надо и консоль купить там специально японская консоль американская консоль европейская это все жутко бесило и вот у меня последний консоль где который активно пользовался где была в этот региональной защиты нинтендовская это 3ds xl и это конечно отдельный геморрой потому что мне пришлось купить потом европейского у меня были игры для европы для америки я забывал что там для чего и нашему короче это просто неудобство playstation вели революцию когда пофигу где ты находишься игру купил запускается все языки включая там за русский английский это было офигенно и круто что все этому примеру последовали потому что это на самом деле помогает бизнесу расти все почему-то думали что вот как же так там эти будут покупать подешевле игры из другого региона мы этого не хотим в итоге оказалось что это наоборот это только блага вот это на тоже лишь к этому присоединились знаешь вот ты сейчас об этом всем говорил и упоминал что нинтендо официально в китае не появились и я признаюсь я темой не сильно интересовался но я видел как-то пост от знакомого который писал что он заказывал себе с какого-то китайского сайта китайские картриджи для свитч но в москве собственно таким образом заказывал серый импорт именно китайский картриджи картриджи для свитча я могу поверить то что они могут найти какую-нибудь схему подделки скопировать это как-то дампы делать что это может быть официально потому что sony же пришла официально в китай все таки почему нинтендо не могла быть тут надо посмотреть немножко в историю китая дело в том что когда была война очень много плохих воспоминаний осталось и у людей очень сильно закоренилась ненависть к японии и это во многих местах проявляется и я думаю это все таки на таком уровне а ты кстати ну слушай возможно и я после записи значит пойду изучу но я просто я знаю что точно sony официально пришла в китае вроде консоли продаются и она сотрудничает с властями подозреваю что нинтендо тоже но следует примеру и кстати интересно кто кто раньше начал про про ненависть в принципе понятная и сложная история вот расскажи кстати как ты это ну вообще ты встречал какие-то такие разговоры в повседневной жизни когда обсуждал что-то японское вот на основе чего ты такие выводы еще сделал я на самом деле был просто в лагере которые делали японские военные во время второй мировой и это отряд 731 можно будет прочитать когда во время второй мировой войны японцы просто сделали свой лагерь и похищали людей делали чего угодно и если немножко отъехать от центра города на метро пара остановок можно посмотреть что осталось этого всего было много фильмов книг и довольно таки это живо в воспоминаниях у людей и ко всему относятся не очень и например если идешь есть суши они корейские суши едят с колбасой с сосисками не японские как минимум в этом можно заметить момент кстати а вот если говорить про культурные особенности истории прочее и общался ли ты тесно дружил ли с китайцами которые играют в игры но вообще какие у них в основном предпочтения активе как тебе показалось субъективно да я могу сказать еще такой интересный момент что у китая у них очень сильно цензура и очень много западных вещей которые мы знакомы они для них неизвестны например многие ребята даже не знают о чем звездные войны или диана джонс и просто какой-то культурный background между вами такая гигантская пропасть но при этом видеоигры они там все доступны и китайцы они не заморачиваются насчет какого-то вот бренда игры они легко ставят клоны популярных игр когда вышел pubg который стал безумно популярным начали появляться клоны сделаны на коленке и всех устанавливают потому что free-to-play легко поставить легко подключиться к друзьям и самое главное это была замена тому же самому голосовому скайпу или все чему-то все просто звонивали спрашивали как дела чё к чему школьники там в десятером сидят играют каждый сам себя дома или еще где-то это невероятная популярность была за счет этого а ты кстати приобщился сам free-to-play к мобильным играм или так тебе это и не коснулось совсем ты продолжал играть вот свои любимые в консольные я пытался я пытался но очень раздражает когда вся реклама начинает вылезать когда ты прошел час там старается как можно больше захватить показать классных моментов а затем хоть новый уровень получить нужно подождать там полчаса или купить какой-нибудь сундук монетки не я к сожалению к этому не смог привыкнуть это отталкивает как игрока но интересно потому что местные все играют много во free-to-play вот я об этом знаю не понаслышке потому что там league of legends безумно популярная до сих пор именно пока что а ты кстати pc кафе не встречал в китае они популярны там как в корее или нет я вот хотел тоже об этом рассказать компьютерные клубы там невероятно популярны дело в том что многие люди живут не в самых лучших условиях у студентов у них 8 12 коек комнате то есть да им даже просто на и причем у них даже и нету душа прямо в общежитии они все ходят специальную баню на территории университета если даже на этаж нету никакой бани нету нету ну то есть максимум может быть там туалет руки помыть но именно большое пространство чтобы где могли все помыться это обычно специализированная баня где-то так вот многим ребятам нужно просто хотя бы собраться с мыслями что-то получить и есть или библиотека или компьютерные клубы компьютерные клубы там безумно популярны то есть на одной улице например рядом с университета может быть штук шесть их друг напротив друга с новейшими компьютерами цены там были до относительно доступны ну условно не знаю 300 рублей за час и кто-то приходил играть в тот же самый league of legends или overwatch там был невероятно популярен джи counter-strike а кто-то просто уроки делал или смотрел какие-нибудь видео интернете это часто ходил и я мы ходили с ребятами я был в интернациональном классе где много было приезжих мы ходили просто пообщаться познакомиться поболтать раза три мы ходили наверное играли но там шумно там еще интересно то что все люди могут курить поэтому сидишь в таком дымогане я про это хотел только что сказать то что я не был ни в корее ни в китае так и не довелось но я был в корея таун в лос-энджелесе мы тоже пошли в pc кафе чтобы посмотреть ну как это выглядит вообще в корейском прям квартале там было много собственно корейцев некоторые вообще по-английски не говорили хотя это было в америке они там живут и ты заходишься там значит прям прекрасно там такие пропёрженные диваны с пролоном который торчит кресло тоже там ушатанные некоторые вообще убитые со спинкой который не держит при этом компы все идеальные очень быстро и офигенные и мышки мониторы все прекрасно вот все вокруг такое уставшие некоторые сидят и едят лапшу заваренную там да с кипяточком жуют там всякие не знаю гадости сладости курят абсолютно все и шпилит но в основном в лигу там в тот же овервотч некоторые там какие-то шутеры вот это ну там прикольно атмосфера наставили мы там играли несколько часов и честно мы с пацанами хотели остаться на всю ночь ну то есть я понимаю что наверное каждый день туда ходить этот прибор но нам нам понравилось вот с этим наш хочу сделать небольшое отступление рассказать слушателям то что не все об этом знают просто чтобы вы понимали на каких условиях часто эти компьютерные клубы получают игры и вообще в чем тут бизнес бизнес модель паблишера то что понятно в чем бизнес модель компьютерного клуба да ты поставил компьютеры тебе платят за час ты потихонечку отбиваешь свои расходы но в большинстве случаев ну ты правильно отметил что нет условий вот живут некоторые ребята в общежитиях не у всех есть деньги на хорошие компьютеры некоторых нет места на компьютер у кого-то родители там не одобряют даже на девушка не знаю так далее поэтому они идут туда в принципе чтобы иметь доступ но те игроки их тоже много у которых есть в принципе компьютеру не им есть где поиграть хоть хотя бы иногда может не в лучших условиях но тем не менее у них тоже есть мотивация этих компьютерных клуб потому что в играх вроде той же league of legends например там разблокированы все образы допустим в других и там и персонажи потому что в league of legends их нужно разблокировать других играх тоже есть разные ограничения связанные с монетизацией или прогрессией и как правило компьютерные клубы но как минимум в случае с играми райт получает fully unlocked версию то есть там есть все есть все персонажи все чемпионы есть все образы и за получение такой спецверсии клубы платят что ну то есть грубо говоря это не знаю процент в оплаты за час там два процента какую-то сумму и ну потому что есть страны развитые где большие деньги где много игроков но в которых вот писиков это это основа игровой культуры я говорю сейчас про корею но не можно еще отнести китай отчасти а турцию и чтобы в этих странах зарабатывать ты должен быть популярен в писи кафе а дальше вот именно через одно и даже это похоже немножко на кинотеатральные сборы когда 50 процентов все забрали кинотеатры остальное не там как-то чуть-чуть там дают дистрибьютору создателям фильма и так далее вот здесь в чем-то похожий стоит но это больше для слушать я думаю что ты видимо погрузился уже в курсе этой истории вот такие такая бизнес-модель интересно я даже не знал то что специальные версии для клубов и проценты еще это есть то что это большой рынок на самом деле да там много денег особенно в корее в корее это вообще отдельный там удивительный мир но судя по всему знаешь китай очень похож на корею и перещеголял ее в плане отношения к соревновательным играм в плане культа топ игроков вообще многие годы корейцы были топ игроками во всем этом не случайно много мемов что типа осмотрите кореет зашел к нам в пати ну потому что когда чувак круто начинает играть и все называют сразу корейцем но китайцы сейчас уверенно перехватывает я бы сказал пальму первенства в той же лиге например китайцы с года в год показывают очень крутые результаты и там большие контракты фотосессии с леброном джеймсом там другими звездами мирового спорта контракты с адидасом и прочее и китай это но в этом плане на острие ну и собственно не за ты расслышал чемпионат мира когда происходить про проходил в китае по лигу флэджен 100 миллионов зрителей гигантские стадионы олимпийские там пекинское гнездо и прочее ну короче ты это ощущал в повседневной жизни вот я к этому я хочу разговор привести вот ты когда жил в китае ты чувствовал что это блин геймерская страна что тут очень большой интерес к играм что это проявлялась как ты не знаю в кафе в партнерствах с игровыми брендами играми там знаешь как вот с бургер кингом там мы за world of tanks партнерились до мерче который продает вот расскажи да вот про это да да это очень чувствовалось то что игровые студии они прекрасно понимали людей нужно как можно было больше окружать всем что происходит когда под джи появился это было просто невероятным взрывом потому что там было это ведь популярное выражение что-то chicken chicken dinner и поэтому все службы доставки которые отправили курицу типа киевси все они партнеры из поджи это все было фирменных коробочках с этим чуваком с маской этого металлической можно было везде увидеть рекламу обер-вотча league of legends очень много дота 2 тоже пушили можно было прийти в бар и посмотреть каким-то там текущий чемпионат интернешнл тоже в одни дни в одни дни там смотрели например фильмы в каких-нибудь барах а в какие-то игры также это специальные бары какие-то или ты к тому что ты случайно бар мог зайти и там показывать киберспорт бары на самом деле не супер были популярны такие европейского типа когда ты знаешь заходишь бары говоришь мне там каком-нибудь пиво можно поговорить с барменом такие спик изи и там обычно какая-нибудь движуха происходит с местными которые постояльцы и они там чем-нибудь включают и вот вообще баров немного было в китае потому что они крепкий алкоголь не очень любят но в таких рядом с иностранными кварталами можно было встретить там штука 10 наверное видел легкую сам посещал а также еще вся эта культура игровая она не задевала вот каких-то определенную категорию населения там парней которые привыкли там назвать геймерами и девушки тоже очень любили ходить в клубы тоже место видел что в телефон кто-то играет это были все возраста если постарше это уже скорее три в ряд помоложе это что-нибудь типа пабджи все играли ночью популярно было или какие-нибудь эти стройки параллельные ты мне напомнил смешную историю с моим другом который здесь на на острове на кипре хотел посмотреть чемпионат по контр-страйку в таверне рядом с домом где он часто бывал и ему скажешь туда без проблем там если хотите мы включим ну конечно же они не поняли как включать трансляцию на 3 чем он там ему помог они запустили вот но это там практически это был день когда там не было каких-то больших торжеств и было мало местных но тем не менее они сидели пили пиво смотрели контр-страйк и некоторые случайные там прохожие местные греки них они очень удивлялись что такой чепуху показывают по экранам вот это было я думаю смешно слушай а вот в ну скажем так ты упомянул про сложности в покупке игр а просачивали все-таки айпи западные там японские в мерч прошлом я подозреваю что в китае точно есть контрафактные тоже товары там футболки с известными персонажами которые вроде не лицензированы вот такое ты встречал в магазинах футболка по звездным войнам или там не знаю со спанчбобом еще что-то звезды войны конечно вообще можно рассказать немножко о цензуре то что цензура здесь очень строгая была в китае но избирательная то есть фильмы дисне и marvel они получили карбанш и не все выходили то есть ты смотришь расписание в кинотеатре у тебя 10 фильмов 8 из них китайских один какой-нибудь французский или индийский и какой-нибудь хит от marvel всегда показывают поэтому все знали там наизусть героев star wars и я ходил на вот эту седьмую часть когда появилась зал были полные билет было не 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 можно было к счастью легко посмотреть сеансы на английском или на китайском друг у меня на китайском случайно он был большой фанат бэтмена он смотрел бэтмен против супермена на китайском когда мы только начали учить китайский он говорит ну конечно тяжело понять что там за конфликт когда три месяца всего лишь китайский учишь сейчас ты бы мог посмотреть фильм на китайском да мы под конец когда вы уже из китая уезжали мы ходили в кино смотрели китайские фильмы на китайском там довольно таки простой язык многие китайцы они не не очень сложным языком говорят много простых ребят из деревень поэтому фильмы делаются для всех максимально развлекательные боевики простые шуточки так что там ничего особо сложного я гонконгский с английским также на самом деле из них что ворвался да гонконгские фильмы джона ву вот это уже конечно поинтереснее там гонконгские на речи немножко отличаются другие слова но все равно в принципе в основном все понятно и если говорить про мерч можно было купить любой мерч хоть официально хоть поддельный я покупал амибо с байонеттой линк у меня тоже была мимо все это легко можно было купить на местном амазоне а поддельный мир тоже легко можно было найти можно было купить что угодно хочешь футболку хочешь кружку хочешь стикеры хочешь подушку полный рост с лионом кеннеди например что угодно продается фантазии не ограничиваются слушай а как с доступом к онлайн вот мы немножко с тобой поговорили про возможности покупать игры для playstation для свеча а вот давай поговорим про playstation 4 вот у тебя был тогда русский аккаунт и каким-то образом раздобыл игры некоторые которые партия пропустила некоторые которые ты заказал с этого местного амазона а что было с мультиплеером с psn на самом деле все было довольно таки просто он никак не ограничивался абсолютно аудио можно было использовать можно было играть с любыми другими людьми была проблема в пинге только когда ты выбираешь регион там россия азия и америка лучше было все таки играть азию и ну у тебя соответственно игроки попадались или своде востока или с южной кореи из японии то есть мультиплеер работал тебе не нужно было никаких выпенов ничего но playstation 4 ты спокойно играл в мультиплеер игры которые мог достать даже если они в китае официально не продавались да это трафик как никак не фильтровался то есть главное было платить подписку playstation плюс тогда же не было этого free-to-play который можно было играть без подписки это оплачиваешь и все великолепно играю тот же самый анчарта 4 мультиплеер я играл никаких проблем не испытал самое главное это хорошая скорость а когда ты говоришь про плохой пинг ну там ты замерял или может быть по ощущениям то есть он в районе 150 200 был или не 300 играл в анчарта 4 с пингом 300 300 я помню было на playstation 3 вот когда мы играли в кризис 3 2017 году на playstation 3 там 300 пинг это была нормальная история но для шутера это запредельно много это очень сложно так играть вообще ну ты так стреляешь и как у себя силой там пуля долетела не долетела сервер покажет короче всегда стреляешь надеешься что попадешь кстати знаешь про пинг я вспомнил вот я когда еще мне если много примеров про райт я заранее извиняюсь на там просто много всего интересного происходило но понять что россия очень большая да и игроки распределены то есть у тебя понятно что в центральной части больше всего игроков да там москва питер и там города миллионники но тем не менее есть там и владивосток и сибирь и прочее и у нас были ребята которые играли из далеких там городов из находки примерно практически и хотели тоже врус на в находке как раз пинг мог быть неплохим в зависимости от того какой сервер ты выберешь но короче были чуваки из дальних регионов которые с пингом 300 в лесу все равно выбивались в diamond это вот один из высочайших рангов и всем объясняли что главное уметь вот но все таки лига это не то же самое что шутеров шутерами кажется спином 300 никаких высот ты не покажешь никогда слушай про про playstation понятно а на нинтендо как было с мультиплеером ты успел заценить айсу чем мультиплеер да я пользовался пока он там был бесплатный потом правда вообще не было никакого желания покупать эту подписку но вот эти там первые три-четыре месяца я сплатун играл очень мощно сплатун 2 подключалась идеально с кучи народу игры загружались буквально там за секунду набиралось лобби все работало великолепно а системом как ты играл в игры на стиме со стимом интересно было все потому что серверов в азии было не так уж и много и поэтому у тебя скорость вообще была непредсказуемая ты какой-нибудь doom 2016 года хочешь скачать и у тебя вот эти 40 гигабайт могут качаться в зависимости от того в какой момент там стим захочет откуда скачивать или за 4 часа или за 40 еще интересно вот кстати было с патчами почему-то патчи на на приставках они качались с каких-то странных сиденов и поэтому иногда для игры нужно было докачивать патчи раздаваясь телефон интернет я не знаю что с обычного интернета домашнего переставала качаться ну да то есть ты например заходишь да и станет говорит мне нужно обновиться 200 мегабайт скачать и ты начинаешь загрузку например на playstation и он говорит нет игру он скачал в интернет он может зайти там playstation store но патч не качает не знаю почему в разных и квартирах жил три раза переезжал везде была такая проблема нужно брать телефон на телефоне у тебя безлимитного интернета нету у тебя максимум там 20 гигабайт потом нужно все докупать и ты там берешь эти 200 мегабайт гигабайт раздаешь телефон и чтобы то докачалось там докачивается это похоже на ограничение бровейдера да а на телефоне при этом у тебя не было никаких прокси в пенов то есть это чистый просто даже телефон и все суши и 1 с тобой разговариваем и что-то вот я ничего не слышу про вот эти байки что 50 надо поставить себе этом в пенов разных на все случаи жизни тебя вообще что-либо с точки зрения как геймера это не касалось получается steam пожалуйста скачал все два все там играешь но понятно что ты озвучил проблема с тем что скачается медленно тем не менее на playstation взял купила играешь на свече играешь и что что ты что такое рассказываешь вообще это правда или нет а где вот эти все страшилки ну первые полтора года у меня даже не было vpn то есть я жил без инстаграма без фейсбука даже без ютюба дело в том что тогда вконтакте можно было смотреть без проблем и очень много китайцев кстати вконтакте смотрели свои фильмы потому что очень мало кто любит платить за это но все любят смотреть бесплатно без рекламы и вконтакте был невероятно популярен среди китайцев с играми вообще я не использовал абсолютно никаких заморочек ни на одном из устройств не на playstation vita на по station 3 не на 4 не на nintendo switch не на компьютере мне никогда не приходилось делать какие-то vpn и максимум может быть когда в какую-нибудь там корейскую игру которая залоченная на компьютере нужно было какой-нибудь там vpn поставить чтобы посмотреть но может быть я одну-две такие пробовал а были у тебя случаи когда ты во что-то прям очень хотел поиграть неважно какой платформе и вот ну вообще никак было не достать игру или она не запускалась хоть вот был хоть один такой случай на самом деле нет вот я например очень хотел поиграть в старенькую игру lollipop chainsaw отсюда 51 сложно найти кстати на диске в россии точно это дефицит а я нашел японский аккаунт то есть там продавался аккаунт для playstation 3 и там было что-то 15 игр хотя рекламировалась только одна и там вот это вот была игра она была на японском но можно было включить английскую звучку без каких-либо проблем я нашел все купил между прочим не все знают но lollipop chainsaw это игра над которой работал джеймс ган режиссер стражей галактики создатели сейчас вот глава dc studios вот не все об этом знают но это игра который над которой он работал и там виден его почерк на самом деле который он еще в пиджи порно себе начал вырисовывать это же забавно короткометражки кто не знает как те игра то понравилось вообще суши за четыре часа как она коротенько развлекает мне нравится вот такое безумие японское чтобы все ярко весело необычно было геймплей хромает на обе ноги но ты играешь не ради геймплея ради просто эстетики и ты сказал про игру которые не смог достать это была одна единственная игра это был кондент 2 которая выходила и на playstation 3 на xbox и на пока не выходила вот ее я до сих пор хочу поиграть можно конечно купить на ebay диск купить xbox series x у меня series с сейчас и тогда да можно поиграть там игры 20 евро стоит диск но я ее в китае не смог достать нигде интересно ну за что вообще не такой большой был у нее тираж и condemn 2 я в свое время купал тоже где-то в европе он даже кстати в магазине с был играми вот я зашел этом увидел да она была консольным эксклюзивом она так и не вышла на пока хорошая хорошая игра и она интересно развивать серию на первое мне кажется до сих пор лучшие первые вообще конечно я такой те нравится первое первое играм до сих пор кровь в жилых стыдни когда ты вспоминаешь все эти жуткие моменты они же монолит studio свое время сфера не подняли планку до такого уровня арт-хаусного им дали денег вор на бара за свое время с ума с этим сейчас такое не делают да знаешь и я очень на самом деле скучаю по тем временам этого поколения когда вот только вышел xbox 360 и microsoft заливали все деньгами причем правильно заливали и появлялось очень много новых айпи не только microsoft electronic arts много инвестировали все инвестировали и мы столько крутых игр увидели кондент обе части армию в ту данте с инферно мои любимейшие мир с edge вот это это реально было поколение потрясающе столько шикарных или резистан серия там хэвэнли свор металл гир соль от 4 вышел то есть конечно может у нас с тобой уже ностальгические нотки есть все таки мы мы стареем да и ты связываешь это с каким-то еще воспоминания приятными но блин я смотрю на текущие с другой стороны нет и это сейчас правда был такой от меня спич формате деда другой стороны я смотрю на то что происходит в инди-сегменте в нпк в первую очередь и там дофигища интересных игр которые прям завораживают и вот я сейчас играю в animal well и кайф интересно и те же самые хиты последних времен да там мейнер лорд например я очень жду холливуд animal от студии видно наших белорусов любимых которые тоже выглядят супер оригинально круто нет игры выходят интересные просто лишь они уже не в том не в той весовой категории по бюджету и не от тех паблишеров от которых мы привыкли кстати еще недавно обсуждали и лейнуар который тоже ну просто вообще что концепция блин лос-анджелес каких-то пятидесятых шестидесятых посозданный город лицевой анимации а ночью просто приз головоломки с этими убийцами и все не было продолжения да то есть сейчас есть или инди или а посередине чтобы денег дать на это и хорошую студии этим занималась такое очень редко происходит до кондент шикарная игра кто пропустил поиграть эфир тоже поиграйте студия монолит это вообще конечно невероятно невероятно таланты люди там собрались и не за жалко не жалко но они начали другими вещами заниматься если не ошибаюсь они в серию шедов мордор ушли с главой две части сделали в андро вума сейчас но может быть вандро вума надел ах я сейчас сказал у меня честно я у меня прямо на штуку был душевный подъем это кого сейчас будет скоро новый шедов мордор наверное еще что-то более крутое ты когда сказал вандро вума и сразу вспоминаешь просто вот эти попытки ну ворнер бразерс они не понимаешь это логика такого типичного топ-менеджера то у нас есть куча классных дсип ну как они считают их надо прозвать дальше потому что wonder woman там за мерч фигерч парки развлечений на девочек мы там выходим и вот давайте еще джастис лиг они там все такие цветастые интересные для поколения тик тока в итоге получается неплохие я думаю игры я не собрал не играл и не собираюсь играть джастис лиг то что все-таки их делали очень талантливые люди но блин играть в это абсолютно не хочется и я боюсь что из-за вот этой ван дер вуман и чего-то решение такую прекрасную студию закроет я сейчас видишь напустил напустил негатива потому что у нас просто видишь последний выпуск тоже с гошей трешки на который мы записывали был под флером вот этого вот этого кризиса который сейчас в играх происходит вот слушай давай поговорим про собственно вот твой взгляд как игрока что происходит с играми вообще достаточно игр выходит которые тебя интересуют а если у тебя хоть какая-то мотивация за при апгрейдится до следующей версии playstation который скоро вроде как появится почему ты купил xbox series s а не x например и так далее вот расскажи про свои геймерские предпочтения как ты смотришь на текущий рынок о но есть по порядку я когда приехал в германию я приехал в германию на три месяца раньше чем моя жена потому что мы ехали из армении с псом у меня собака есть армения это опасная зона по бешенству и нужно было карантин пройти 90 дней я приехал в германию жил один это что не знал об этом 90 дней да и мы разделились на 90 дней пришлось ей жить отдельно мне в германии все начинаете пораньше все документы заполнять прописки и прочее и слушай это до сих пор так то что у меня друзья недавно но это для переезда или для это работает если ты остаешься в стране больше чем на день если ты например на день остался ты можешь сказать я не выходил за пределы аэропорта все отличную а если ты жил там 10 дней как мы жили тогда уже все те могут быть претензии по прилету в страну эти скажут а чё где чё обалдеть вот и я приехал квартира хорошая у меня была здесь но совсем не умный телевизор поэтому у меня была приставка apple tv от хозяйки и она работала ужасно это блок это старая версия я решил взять xbox series s там на амазоне была какая-то смешная скидка 250 евро я заказал сразу прислали на следующий день невероятно был доволен геймпасом я прошел старый гирсу вор с огромным удовольствием то что не играл некоторые хейла поиграл форзу очень-очень хорошая приставка series x я не стал брать потому что у меня по station 5 есть не по сути зачем иметь две больших консоли series s у меня сейчас данный момент великолепно работает как бэклог каталог то что я не играл на xbox 360 какие-то старые игры и там резидент например red dead redemption 1 где его еще можно поиграть два года назад где пока он не вышел везде если суши из них хотел ворваться что ты правильно подметил что ну я понимаю логику почему не нужна series s я тоже series x я тоже на самом деле думал свое время покупать или нет но ты отметил важный очень selling point консоли и я думаю что без него меньше было бы продаж потому что я сам покупал xbox в первую очередь не ради там какого-нибудь хейла infinite который мне не супер был интересен ради него я бы точно консоль не покупал но еще так я покупал консоль просто потому что я эту тему интересуюсь купил бы в любом случае вот и хотелось там повышать что но в целом именно бэклог возможно поиграть во все игры с xbox 360 которых там было много хороших и вот это обратное совместивание кажется это важнейший сайлент поинт да и на самом деле невероятный сайлент поинт это еще и браузер вот это до смешного доходит то что я живу в германии я очень люблю фильмы очень люблю кино и я готов за это все платить и когда ты хочешь посмотреть какой-нибудь фильм тебе же нужно найти его где легально посмотреть и например сервис муби который позволяет смотреть эти артхаусные фильмы у него нету приложения для приставок и ты соответственно или steam deck подключаешь или можно зайти через edge спокойно на консоль от microsoft это невероятный сайлент поинт до playstation блин был раньше браузер неплохой ну как работающий на playstation 4 им пользовался на playstation 3 на playstation 5 они вот видишь его закрыли блин специально понятно что они обходят таким образом пытается ну чтобы стриминг не смотрели что нельзя смотреть да стриминг тот же самый или там это может оставлять бреши для взлома но блин как пользователь тебе это не это подбешивает иногда прям хочется с браузера запустить что-то и нет от нас лишнего нет я думаю может быть и появится в новых консолях следующего поколения потому что насколько отличается steam и все вот эти магазины на приставках я думаю софтверная будет революция в будущем наконец-то производители поймут то что железо это классно но нужно еще и весь experience вокруг делать как вот steam сделали все эти группы дискуссии прочего это невероятная экосистема но видишь сейчас тренд такой что все паблишеры видят пока как главную свою зону развития потому что у них там весь проблема с ростом и они все на пока смотрят пока 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 надо на пока идти и так далее и там конечно их вот эти но благодаря валв на самом деле тут большое уважение к валв из-за того что они всегда говорили вот этих принципах открытости то есть понятно что у них там есть курирование понять что никто с улицы там steam не зайдет но тем не менее они всегда были компании которые поддерживают открытые принципы пока там windows чтобы кто угодно мог сделать все что угодно свой сервис и так далее и вот я надеюсь что sony microsoft действительно там чему-то подучиться и вот продолжая про твои игровые предпочтения вот во что сейчас играешь самые чего ждешь вообще от игр что 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 тебе нравится и что ждешь в двадцать пятом двадцать четвертом году сейчас я прохожу doom 2016 года перепрохожу на предпоследней сложности потому что люблю эту игру во всех параметрах купил бодрус гей 3 я думаю надо начать но все время боюсь когда вижу там что 50 70 часов люди проводят в игре также еще с друзьями играю hell divers 2 великолепная игра невероятно классно не сделали развлечения все эти ненапряжно можно проиграть но все равно хорошо провести время очень рекомендую ты еще спрашивал как я вижу будущее игровой индустрии со всеми связи со всеми этими лай-оффами кризисом чипов и прочего на самом деле мне кажется это классно как бы это грустно не звучало например если посмотрите на студии которые делают классные игры с года в год они окажутся только выигрыши то же самое from software они никому не принадлежат они взяли когда поговорили с активижен сделали сэкера классная игра которую они сделали за небольшие деньги за короткий период взяли потом сделали dark souls 3 сделали elden ring armored core 6 каждый год-два у них что-то выходит и они классно я думаю зарабатывают на этом и я думаю самая главная проблема современной индустрии этого менеджменте когда на полпути разворачивают разработку пытаются гнаться за трендами что-то идет не так именно это привело индустрии в кризис когда выдают огромные деньги на странные проекты как immortal wars of a granum эта игра от ее games которая провалилась потратили 150 миллионов на офигенная вадим она офигенно поиграли ну я играл я говорю то что маркетинг как-то странно у нее был то есть они вложили а игру особо не рекламировали слушай про про менеджмент знаешь тут сложно сказать мне кажется ну то есть понятно что игры отменяют там вниз на студии закрывает и прочее то есть бы и там было плюс-минус всегда мне кажется что главных сложности все все же стали растущие косты то есть сейчас позволите провал наш то же самое в кино уже произошло раньше как мы видим почему исчезли все вот эти средние небольшие фильмы которые мы все любим и которые до сих пор у всех в головах когда ты говоришь про классное кино да там не знаю умница уилл хантинг не знаю бешеные псы но вот вот это все да что было по сути дешевым таким арт-хаусным кино там фильмы там драматические с томом крузовым там с дастина хоффманом так далее rain man то есть вот мы когда говорим про такие фильмы на то что это были фильмы которые сейчас практически невозможные фильмы про разговоры про драму про какие-то непонятные истории там вспомните фильмы джули роберт да там красотку и прочее сейчас студии в основном дают деньги на блокбастер и тенд полы которые ты даешь на который ты даешь там за 200 миллионов на производство 200 на маркетинг надеешься заработать миллиард а все остальное тебе мало интересного типа да гэмбл но ты там три фильма таких больших сделал один там или два заработают и в играх к сожалению мы видим что у мейджоров у тех кто у руля xbox playstation и не кстати не нинтендо нинтендо немножко особенный особняком них косты тоже приличные но окажутся не такие раздуты именно из-за того что switch консоль такая слабенькая железная и поэтому они снова стилизации уходят посмотрим на ту же зельду и грошу игра низко бюджета она офигительная крутая явно дорогая в производстве но хотя бы с точки зрения технологии они там могли себе многое позволить так вот стоимость игр выросла колоссальная но ты видел дайте отчеты слитые 300 миллионов на человека паука redent redemption я не знаю сколько стоило тоже в районе 300 400 если не полу миллиарда с рекламой бета мы понимаем что-то вообще какие-то там колоссальные сотни вершины миллионов и mortals of avion ты сейчас упомянул 150 ну то есть игра стоит безумно дорого это мы будем с этим гарем без маркетинга игр что безумно дорого как и кино и но очевидно что там происходит ситуация как в кино чтобы отбиться те нужны миллионы аудитории миллионы зрителей миллионы покупателей и ты надеешься понятно что это будет драйвить продаж железо а мы видим что железо не особо там продается его драйвить не получается игроки покупают миллиону миллионы людей покупать эти игры но этого все равно недостаточно и тут вопросы вот как вы пришли к этой точке что все ждут от игр супер графики там 300 часов контента мультиплеер там еще что-то и это стоит делать все блин сотни миллионов при этом на противоположной чаше весов по видим и буквально в этом году каждый месяц выходит супер хиты на пока который продается очень круто и там и немаловал тот же самый который в геймпасе сразу вышел все равно хорошо продался и в стиме и везде болтур с гей тот же самый который ну тоже дорогая игра но точно не 150 миллионов стоил вот тебе не кажется что есть еще вот этот элемент что у игроков у всех появились безумные ожидания от игр вот эта гонка вечное вооружение кто сделать круче больше богаче который кстати юбисофт еще отчасти как многие подметили разогнала вот она в этом виновата одно менеджеры просто пытаются эти уже пошат пожары тушить насколько могут но часто хреново но тем не менее я с тобой полностью согласен то что главная беда больших игр это то что они безумно дорогие и неподъемные в плане того что действительно один провал и всю студию можно закрыть как создатели saints roll и многие-многие ребята тот же самый остин со своим редфолом и танго ужасно ситуация произошла конечно с ними с хай фай раш но в целом мне кажется все равно менеджмент он когда собирает команду и думаю сколько костов и насколько это все растянется можно как инсоми брать ребят которые живут в калифорнии с невероятно огромной зарплатой а можно подумать о том как бы это сделать подешевле кодима например пользуется своей студии для the stranding 2 в нависаде то есть он приезжает в сербию регулярно и все записываются там motion capture то есть он мог бы сказать нет ребята давайте поближе к дому в токио но это было бы ценник там 5 15 раз дороже то есть игровая индустрия приходит тому же что и киноиндустрия там уже тоже сериал не просто так снимает во всяких там венгриях да и болгария других восточноевропейских став болгарии да в дешевых странах вот но инсомник слушай на самом деле посмотреть мне кажется дело во многом в продакшн вэлью когда ты читаешь титр человек паука ты просто ну ты просто не можешь все это уже успевать прочитать там очень много индийских студий много фрилансеров в том числе из снг из россии украины там беларуси и там целые студии есть по аутсорсу тоже в восточной европе они использовали много аутсорса понятно что костяк команды в сша и он наверное основной кост делает но я к тому что игровые студии уже используют слуги аутсорсеров дешевых студий как и киностудии есть ощущение что вопрос именно вот в масштабе всего этого и степени вылезности сложными сказать потому что ты можешь конечно нанять разработчиков в болгарии но они явно не сделают человек паук 2 и тут какой-то нужен наш баланс чтобы хоть что-то делалось все-таки в странах где уже умеет делать игры делать годами люди опытные при этом возможно какие-то более технические штуки делали в странах подешевле с другой стороны мы смотрим на революцию искусства интеллекта когда то что раньше делалось там не знаю годами ты там рисуешь модельки не заметил ведер текстуры земли рисуешь а сейчас в анрил это собирается там за считанные минуты я могу сказать то что вот человек паук 2 может быть и не сделают но крупные компании которые здесь например в германии дочь бан или боинг или многие другие они уже в болгарии открывают свой офис и нанимают там разработчиков потому что одно дело да платить зарплату немцам и платить все эти налоги или же тот же самый продукт на выходе может быть немножко надо заморочиться хороших модеров найти но в разы дешевле получаются и болгарии в других странах знаешь я понимаю все это я с этим согласен но я недавно видел смешное видео от индуса что описал говорит я работаю программистом большой эти компании и сегодня узнал что весь мой отдел сокращает меня и весь мой отдел и когда мы спросили кого вы ну что что происходит искали слушайте вы все очень дорогие и мы будем то же самое делать руками индусов это я возмутился то я же я же тоже индус типа поставьте меня почему типа что значит вы делать руками до самого дня типа руками индусов в индии типа ты индус в канаде и ты очень дорогой и я собственно про это да сейчас все хотят в более дешевые страны перевести разработку при этом но стандарты жизни в странах развитых они на высоком уровне уже задрано да там и цены задорно что этим людям делать тоже непонятно ну ладно все такие вопросы большие понятно что экономически там все в итоге как-то нормализуется найдутся другие точки роста но мне просто забавляет что у всех всегда одни и те же ответы на вечные вопросы давайте просто сделать подешевле руками менее квалифицированных людей они потихонечку научиться и не всегда это приводит успех слушай вадим если ты не против хочу задать последний вопрос который меня интересует скажи а во первых не жалеешь ли ты о том не переживаешь ли ты за то что у тебя китайский ухудшится потому что ты уже не в стране и делаешь ли ты что-то для поддержания на высоком уровне и второй вопрос почему собственно вы решили не оставаться в китае где тоже довольно развитая игровая индустрия разработка в китае мы решили не оставаться по причинам то что слишком много людей как бы это банально не было ты ночью например хочешь пойти купить газировки и ты стоишь в очереди идешь банкомат стоишь в очереди приходишь в аэропорт стоишь в огромных очередях и вот это ощущение муравильника но довольно таки напрягает тебя постоянно потому что нельзя спокойно пройтись по улице тому там о чем-то своем подумать в парке посидеть везде ты находишься в какой-то толпе людей и это давит давит абсолютно везде в любое время дня ну конечно днем гораздо больше ночью гораздо меньше но ты никогда не пройдешься по пустынной улице не знаю километра ты все время встретишь там сотни людей машин везде шумно рестораны работают там допоздна до двух-трех часов ночи люди сидят кушают очень шумно что интересно на контракте что мы с тобой записываемся час или там больше за все это время мимо проехал по моему только одна машина вообще никого ни одного человека не верю все окна открыты я все вижу никого просто никого тишина абсолютно а есть еще ты спросил про китайский язык на самом деле из китае вот как как и что вы делали для того чтобы не не забыть китайский сидел а мне хочет найти какой-нибудь репетитор онлайн на китайском а я нет потому что тебе не жалко за времени под самый главный контент то есть если у тебя есть какая-то интересная литература интересные игры фильмы музыка подкасты что-то на языке которые тебя привлекают вот как в немецком очень много чего интересного я интересные сериалы на нетфликсе на немецком смотрел именно от немецких креаторов и подкастов очень много спотифай это любопытно то на китайском ничего мне не зацепило я пытался читать китайскую литературу пытался смотреть китайские фильмы это немного не мое из китая вот и главная причина была именно просто многолюдность да то есть не было каких-то вот культурных вещей которые напрягали вот германия вообще переезд из китая в германию он таким плавным вам все показалось понятным и знакомым или все-таки уже привыкли каким-то вещам у нас был небольшой хабу на два года москве потому что сразу напрямую в китай из китая в германию у нас не получилось поехать я изучил быстренько html css но я понял то что нужно гораздо лучше подготовиться и жена тоже понимает то что нужно хорошие имена в резюме мы поехали в москве два года получились из москвы и уехали в германию то есть москва был это специальный момент такой хаб буквально на чуть-чуть чтобы поднабраться опыта и уже это выглядело гораздо лучше наше резюме вы молодцы примеры такого ответственного отношения к карьере спланированного надеюсь что ваш пример супругой вдохновит часть слушателей вот вадим большое спасибо что в комментариях вообще вызвался прийти на запись что пришел с такой темой и отличного тебе дня и успехов и все и